И еще, друзья мои, значит, идет очень много сейчас информации по поводу этого всего, как бы, продолжения. И много-много-много идет информации, что люди массово уезжают из Канады. Много. В разных формулировках. Там, я сейчас не хочу вот зацикливаться там, почему там плохо, нет, я не об этом. Массово покидают Канаду. Массово. Вот о чем я хочу сказать. А теперь вот интересный момент. Сколько массово уезжают? Это же принципиальный момент. Я еще раз повторяю, я не обсуждаю тему, почему. Жизнь изменилась, плохо стало, вообще не об этом речь. Речь о чем? Канаду массово покидают. Она очень плохая, и поэтому из нее уезжают. И вот теперь конкретно по факту. То, что я всегда говорю, я разговариваю только на таком языке, я по-другому вообще, ну, я не люблю по-другому говорить. Смотрите, в Канаду каждый год приезжает в среднем, я округленной цифрой называю, 400 тысяч по иммиграции. И где-то примерно столько же по визам студенческим. То есть, ну, грубо говоря, миллион в год приезжает, грубо говоря. Вот, что получается дальше? Теперь мы с вами хотим же, ну, правду же хотим узнать, какая же ситуация в стране. А сколько уезжает? Набирайте, читайте, ищите. И задавайте вопрос, сколько уезжает, сколько уехало, сколько уехало в 23-м, сколько уехало в 22-м. Ну, тенденция какая. Набирайте и читайте. Хотите, набирайте на русском, хотите, набирайте на английском. Ищите эту информацию. Сразу говорю, просто забегая вперед, сразу говорю. Вы потратите много времени, потом плюнете и скажете, да ну его в баню, не хочу. Цифр практически нету. В основном все это строится на разговорах, ну, вот конкретно, увеличилось в 3 раза, увеличилось в 2 раза, увеличилось в 10 раз, увеличилось в 1,5 раза. В разы. Они все пишут в разы. Я сейчас вообще не обсуждаю, кто пишет. То, что пишут вот эти, как я говорю, криворукие, я вообще об этом не говорю. Вы будете видеть вот эту цифру в разах. Арифметики не будет. Ребята, поверьте мне на слово. Если кто-то из вас найдет все-таки эту информацию, реальную, честную информацию, выставляйте ссылки, пускай люди читают и пускай люди знают правду. Вот я о чем говорю. Делитесь этой информацией. Скажи, вот я действительно нашел, вот сайт такой-то, вот даю ссылку, почитайте. Люди почитают и будут с тобой обсуждать эту тему. Не со мной. Я эту тему знаю прекрасно. Мне вообще не надо ничего объяснять. Я вам пытаюсь, ну, как бы подсказать бесплатно. Что получается дальше по финишу? К нам заезжает миллион. А теперь я нашел несколько таких сайтов, где действительно мелькают цифры арифметические. Не в разы вот эти. Вот это вранье. Нагнетание. А именно цифры. Так вот, я же, кстати, хочу сказать, что вы, когда там начнете это все читать, вы столкнетесь с тем, что там будут мелькать просто постоянно два сайта. Там других сайтов не будет, там будет просто запол... Ну, преимущественно будет два сайта. Я не буду говорить их имена. Вы увидите сами. Это чистая пропаганда и чистое вранье. Вот эти сайты читать нельзя. Это я официально заявляю вам. Вы сами их увидите. Я не хочу рекламировать их. Я против. Так вот. Знаете, что получится? Вы увидите цифры, которые будут от 40 тысяч до 55 тысяч в год. Это всего. Понятно, да? Я не знаю, я понятно выражаюсь. В год покидает Канаду, там, 22-й, 23-й год. Они указывают реальные цифры. Я нашел там пару таких сайтов, которые вот просто каким-то образом, я не знаю, лоханулись и выставили эту информацию. Ну, ладно, бог с ним. Все хорошо, молодцы. Так вот, цифра, ну, грубо говоря, 50 тысяч в год. Теперь, значит, вы поняли, да? 50 тысяч в год уезжает. Из вот этих 400 тысяч из страны, которые приехали, приезжает миллион, всего 40 миллионов. И вот 50 тысяч, ну, грубо говоря, действительно уезжают. Теперь второй момент. Кто эти люди? Там тоже я нашел информацию. Они делят их на группы. И эти группы, значит, они там разные. Первая группа, это те, которые приехали недавно, и там прямо они указывают, где-то вот год-два. Ну, давайте округлим, три года. То есть, приехали действительно в этом году вот эти новенькие, разные. Это не привязано абсолютно к национальности, к группам вот этим нашим национальным. Это вообще не об этом речь. И они действительно, они вот тут приехали, они не устроились, не получилось, не понравилось, плохо. Да, окей, понимаю. И они уезжают. Вот таких людей, значит, составляет цифра примерно порядка 30%. Там я опять округленные цифры называю. Я просто не помню точно вот эти хвостики, понимаете. Вторая группа, это люди, которые вот, ну, грубо говоря, грубо говоря, это вот эти, которые там 5-7 лет уже пожили, вот где-то до десятки, до 10 лет. Это вторая группа. Эта группа, честно говоря, тоже она такая, ну, грубо говоря, такая же. Там тоже плюс-минус там 5-10%. И третья группа, это люди такие вот, как я. Вот они приехали давно. У них действительно там дома, машины. У них уже выросли дети. Вот, то есть это уже, ну, люди прожили здесь жизнь. И они, не потому, что им не нравится Канада, они просто устали. Они реально хотят отдохнуть уже. Они всю жизнь вот шли, шли, шли. Детей подняли на ноги. Дети учатся в университетах. И они говорят, ну, чего мы тут будем телепаться? Ну, смотри, у нас дети, все в порядке. Они уже университеты закончили, они уже работают, у них семьи. А мы вот на эту пенсию, там, ну, грубо говоря, там, на 3 тысячи, на 4 тысячи. У нас все дорого, мы устали, холодно. Ну, вы поняли, да? Вот это я честно говорю, как есть. И вот эта группа, это третья группа. Ну, плюс еще, знаете, ностальгия. То есть люди хоть и прожили, но все равно они переживают. Вы понимаете, вот как я, я переживаю за Украину. И это не значит, что я куда-то поеду, нет. Ну, в смысле, вернусь, нет. Но я переживаю, и я в гости могу съездить, когда война закончится. Да, это правда. То есть вот эта третья группа, я не буду ходить в сторону. И вот эта третья группа, она действительно есть. И она тоже составляет порядка 20-40 процентов. Третья группа. То есть вы поняли, да? Всего 45-55 тысяч, оно делится на вот эти три группы. И вот эти люди действительно уезжают. Это абсолютная правда, которую я нашел. Может быть, и вам повезет, вы найдете другой. Делитесь, показывайте эту информацию, разговаривайте. И я в связи с этим задаю два вопроса. Первый вопрос. Значит, люди уезжают, я объяснил, почему. Скажи, ты понял, почему они уезжают? Ты говоришь, ну, понял, да, ты объяснил. Там, ностальгия, устали, холодно, денег мало, все подорожало. Понимаю. Второй вопрос. Ты вообще как считаешь, если они прожили у нас жизнь, ну, грубо говоря, там 20-30 лет, и они уезжают. И у них получается как? У них деньги ж есть, они ж едут туда, там, в Испанию. Они покупают там дом за 350 тысяч. Они говорят, да я буду в Испании жить, я в Канаде больше жить не хочу. Ну, как ты считаешь, Канада хорошая для него или плохая? Она ему вообще помогла в жизни. Он теперь там спокойно лет 15-20 будет жить в Испании и там, скорее всего, доживать свой век. А сюда он будет, у него же паспорт остается, ему никаких виз не надо, пенсию он получает. Он эту пенсию, я официально заявляю, ну, официально заявляю, он может, надо просто знать, как эти законы работают. Я знаю, я официально заявляю, я знаю, как получать пенсию в Испании, мне, вот я конкретно говорю, и как на эту пенсию там жить год. Год, конкретно говорю, год. Вот и все. Ну, и в Испании, вы же понимаете, там продукты все дешевле, жилье там дешевле, в общем, климат, понимаете, да? И все-все-все-все остальное. А тут, грубо говоря, у тебя живут детки, внуки. И ты периодически там соскучился, приехал на недельку, пообщался, поехал назад. Вопрос. Плохая страна, она тебя сильно обидела? Ты теперь, ты прожил здесь, ну, грубо говоря, там 20 лет, там 25 лет, 30 лет. Ну, кто как, вот я, допустим, 25 лет. И вот я могу теперь запросто, запросто взять, вот так уехать в Испанию, купить себе там, ну, грубо говоря, там за 200-400 тысяч нормальную хату, ну, дом. Реально, просто я это знаю. И спокойно буду там жить, тепленько, ходить на море, купаться и все дела. Ну, и вот, и вот смотрите, теперь я скажу, да это Канада, отстой. Ты если нормально с мозгами скажешь, слышишь, мужик, ну, ты чокнутый. Тебе Канада все дала, ты все имеешь. У тебя есть деньги, ты продал свой дом за полтора миллиона. У тебя пенсия с женой до двоих 4-5 тысяч, и ты что-то гавкаешь. И ты будешь прав. Ты абсолютно будешь прав. Ты скажешь, ну, слышишь, ну, неблагодарная скотина. Другой бы радовался, а он чем-то там недоволен, ему плохо. А что тебе плохо? Ну, что тебе плохо? У тебя же дети все в порядке, внуки все в порядке, у тебя тоже все в порядке в той Испании. Я, к примеру, кстати, говорю Испанию. Я и другие страны могу точно так же официально рассказать, как там. Все нормально. Ну, ладно, я немножко отвлекся. Смысл в чем? Вот эта ситуация, она замыкается на цифре 50 тысяч. И я в связи с этим задаю вопрос. Ребята, это много? Ну, просто, без обиды. 50 тысяч в год вот таких людей уезжает. А к нам приезжает чуть ли там не миллион. Ну, вот эти две позиции, как я рассказал. Это много. Это завал. В стране жить нельзя. Я же вам сказал, какие группы, почему уезжают. Вы просто подумайте, о чем я говорю, спокойно, без нервов. Не надо садиться и там бегом скорее какую-то гадость писать. Подумай сам, вот на себе подумай. Вспомни своих родителей. Сколько у тебя родителей стояли на квартире. Как они их получали. Как они жили. Просто вспомни. Соседи у тебя были. Бабушка у тебя была. Как бабушка жила. И вот здесь, вот я же рассказываю ситуацию. Грубо говоря, там 20-30 лет прожил. Я назвал цифры по пенсии. Я называю цифры по жилью. Ну, в принципе, да. Ты, конечно, можешь сказать, что у него жилья нет. Ну, в принципе, да. Я согласен, что не у всех. Конечно, безусловно. Ну, не у всех есть жилье, которое можно так продать. Но, опять же, возьми, посмотри мои ролики. Я же катаюсь. У нас сплошной частный секта. Ну, сплошной. У нас высотных домов крайне мало. Если ты сядешь в самолет и с нашего пирсона полетишь куда-то, ты будешь приятно удивлен. У тебя, значит, ты увидишь внизу из иллюминатора сплошной частный секта. Ну, сплошная такая, ну, грубо говоря, большая-большая-большая-большая деревня. Домов вот этих высотных. Ну, в Донтауне, да, немножко. И все. И люди живут в частных домах. Подавляющее большинство. Ну, правда, там, понятно, кто-то рентует, кто-то не рентует. И дело такое. Но в любом случае, ну, вы же понимаете, что люди-то живут же. Нормально как-то живут. Ну, и даже если, если в конце концов объединить и сказать, что да, у него нету. Ну, хорошо, ну, пенсия-то у него все равно же будет. Даже вот он на ренте жил, он ничего не смог себе построить, у него не получилось. И даже уже, бог с ним, я и детей скажу, и у детей ничего не получилось. Это вообще формула, конечно, глупая, таких мало, но крайне мало. Вот. Ну, по факту, я говорю вот так. Ну, пенсия все равно будет. Минималка. Тысяча семьсот будет. Тысяча семьсот пятьдесят. Понимаете? Значит, ну, грубо говоря, три с половиной на двоих. Ну, по-любому будет. Как это сделать? Я не буду сейчас об этом говорить на весь YouTube. Вы должны сами все это... Ну, вы поняли, о чем я говорю, да? Цифра это есть. И ты на YouTube, грубо говоря, три с половиной тысячи, это минимальная вообще, если ты без мозгов. А вообще-то, конечно, пенсии больше, ну, что там говорить. И ты можешь на них вот так смыться и жить. И в шестьдесят пять лет, и я же говорю, там, пенсии у нас вот такие минимальные, у нас прожиточные, вот это люди живут. Восемьдесят три года. Я же рассказываю все время об этом. Минимальная вот эта зарплата, сколько живут, сколько, значит, здоровья, там, и прочее, прочее, прочее. Так, ну, что, ну, по идее, ты еще лет пятнадцать, там, десять-двадцать, ты можешь спокойно там пожить еще. По самым плохим вариантам. Вообще-то, на самом деле, ты там больше проживешь, потому что, ну, поспокойнее будет климат, солнышко, ты как бы выскочил на свободу, тебя все это мучило, не нравилось, ты же уехал как бы от плохого. Вот, и получается, что ты в общем, ну, в общем, как бы будешь, ну, нормально себя чувствовать. И ты еще там пятнадцать-двадцать лет таким образом можешь, как я говорю, да могу еще и ребенка завести. Ну, я шучу, конечно. Ну, я на несколько роликах так шучу, говорю, да, ну, запросто, ну, почему нет, мне еще двадцать лет, может, я еще успею даже вырастить этого ребенка. Ну, шутка, да, окей. Вот так и здесь. Ну, вот и все. И вот ты, вот, когда вот обрабатываешь эту информацию, когда ты находишь эти цифры, сам все это анализируешь, ты начинаешь много понимать. И тебе совсем не надо слушать этих чудо-рассказчиков, которые, я сейчас не говорю, что они враги. Я говорю о том, что они не понимают, о чем они говорят. Они вроде бы, да, они вроде бы и канадцы, и не канадцы там, но разные. И приехали сегодня, приехали двадцать лет назад. Ну, люди разные, понимаете, они, скажем так, по-разному воспринимают вот эту ситуацию. Я воспринимаю ситуацию объективно. Я говорю все время одно и то же слово, по факту. Вот конкретно. У меня есть люди, я знаю этих людей, я знаю, как они устраиваются. И я, естественно, говорю, ну, что ты, мол, там бухтишь, все нормально. Что ты, скажи спасибо. Вот я там в Прибалтике, я теперь там, а там вот так, ну, про Канаду. Я говорю, слышишь, ну, ты, конечно, молодец. Тебе Канада дала возможность жить теперь в Прибалтике, получать пятерку пенсии. Ну, на двоих они получают. Вы у нас продали дом. Там купили другой дом. Осталась куча денег, ну, огромные деньги. И ты там теперь пишешь, значит, и начинаешь рассказывать. Та, Канада там такая хреновая страна. Слышишь, ну, ты, конечно, молодец. Вместо того, чтобы спасибо сказать, что тебе, ты тут пожил 10, 15, 20 лет, и теперь ты порешал там, дом продал, деньги взял, смылся, живешь в своей Прибалтике, любимой. И вместо того, чтобы сказать, слышь, я молодец, я так хорошо придумал. А он поливает грязью Канаду, какая она невдалая. Ну, ты понимаешь, мне кажется, это вообще глупость. Ну, я так рассуждаю, что он просто, ну, неблагодарный человек. И он хам. Он не понимает, что... Спасибочки скажи. Вот то, что канадцы, они все культурные, вежливые, улыбаются. Спасибо тебе помочь, can I help you. Ты понимаешь, постоянно они хотят тебе помочь. Вот так же, как и я. Я хочу просто помочь вам понять, что вас обманывают, родные мои, обманывают. Они вам рассказывают сказки. А система вот такая, как я сказал, действительно, действительно в районе 50 тысяч уезжают. Группы я назвал, действительно они неоднородные, люди разные. А приезжают в районе под миллион. Вот и думайте, много уезжает или мало. То же самое у меня есть ролики по теме бомжей, сколько. По медицине. У меня просто есть эти ролики, хотите, посмотрите. Обо всем этом рассказываю по-честному, по факту. Не просто вот так, а гульно. Да, вот там столько бомжей, не проедешь, не пройдешь. Послушайте, сколько у нас их много, не проедешь, не пройдешь. У меня такие ролики там есть, прям так и называются. Ай-яй-яй, жить нельзя, вокруг одни бомжи. Ай-яй-яй. Честно, вот это ай-яй-яй, я там все рассказываю. Сколько их там, у меня там разные есть. Ладно, все. Затягиваю, буду заканчивать. В принципе, что я хотел сказать, я сказал. Остальное думайте сами. Не хотите, ну ради бога, не думайте. Не смотрите, не слушайте меня. Поступайте там, как вам в конце концов. Ну, вы взрослые люди, вот, вы сами принимаете решения. Все. Желаю вам удачи. Очень настоятельно рекомендую. Я все время это часто повторяю. Родные. Дружите с мозгами. Иначе будет беда. Помогайте людям. Помогайте друг другу. Главное, вот, моя формула. Дерево посадил. Дом построил. Ребенка вырастил. Все. Молодец. Жизнь удалась. Все. Молодец. Чем больше добра сделаешь людям, тем больше этого добра вернется к тебе. Вот и все. Это моя формула. Очень-очень давно. Очень давно. Все. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!